Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Сегодня прочитал публикацию, стало известно о том, что Пугачёва высказалась о желании баллотироваться на пост президента России. Ну что сказать, друзья? Наверное, она уже всё-таки не в том возрасте, но вот Галкуша, что называется, очень даже, наверное, кому-то подходит, учитывая, что они общаются с президентом сопредельного государства. И, наверное, я так предполагаю, я не утверждаю ни в коем случае, какие-то такие планы, наверное, были. Но, наверное, дали ей понять, что если продолжат в том же духе, то Галкуша станет президентом угла. Значит, я нужна людям, пишут Пугачёву, о желании баллотироваться в президенты России. Это, чтобы понимать, каковы амбиции этого человека. Амбиции таковы, что бежала даже к Моисееву, не пришла на прощание. Вот так нужны люди. В далёком 97-м году, это она сказала, был такой журналист Урмас Отт. Значит, и она призналась, что после 48-летия стала другим человеком, задумалась о политической карьере. Более того, она почувствовала, что могла бы возглавить страну, например. А что было бы хуже, что ли, говорила она. Может, лучше не стало бы, но уж хуже-то точно некуда. Значит, и вот что она заявляла. Она отмечала, что российское руководство решает проблемы, забывая главные интересы людей. Политики всегда начинают с чего-то глобального, не задумываясь о том, что в основе всего работающий человек и его семья. Значит, российский народ, говорил Алла Борисовна, не похож ни на один другой, у него особый менталитет, и это нельзя упускать из виду. Я подумала, нужна я? Для чего я нужна? Я чётко для себя определила, что я нужна людям. Всё. Я сама себе не так нужна и не так интересна без людей, для которых я пою или что-то делаю. Обувь я изготавляю, шляпки я рисую, готовлю я, открываю ресторан или ещё что-нибудь. Если это нужно людям, значит, если это приносит какую-то радость, могу даже баллотироваться в президент, если это будет нужно. Если я почувствую, что у меня есть силы быть нужной и что-то сделать. Вы знаете, очень красивые и хорошие слова в тот момент, когда ты в 97-м году на коне и о властных кабинетах у тебя все знакомые, денег море. Союз распал совсем недавно, и ты на пике, на взлёте, и даже уже думаешь баллотироваться в президенты, и какие красивые речи. Мы пьём, просто в 97-м году люди пили мёд речей Пугачёвой. Ну и где же эта забота о людях? Ну и где же эта забота о людях сейчас, когда на дворе 2022 год? Где же Алла Борисовна высказалась за работающего человека, за людей? Или сейчас уже в этом возрасте, в 2022 году, важнее стали дом, замок, миллиард, золотой телец и так далее? Каких только красивых слов вы не говорили о людях, о гражданах. Плюнуть хочется, честно скажу. Друзья, интересно ваше мнение, что думаете на сей счёт? С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ссылочка в закреплённом комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Я напоминаю, что главные новости о Лимане и так далее, в моём телеграм-канале Будда Гришна Новости, друзья, там не только все новости, которые нас с вами интересуют на сегодняшний день, видео, аудио, брифинги, публикации, мнения, но и мои ролики на остросоциальные, острополитические темы. Здесь говорить на эти темы уже невозможно, поэтому подписывайтесь. Телеграм-канал Будда Гришна Новости, друзья, делитесь в соцсетях. И здесь есть запасной канал, он также называется Будда Гришна Новости на YouTube. Подпишитесь, чтобы мы с вами в случае чего не потерялись. Успехов, здоровья, друзья, всем пока, до встречи.